Это обзор для магазина музыкальных инструментов glinky.ru Здравствуйте, меня зовут Мария Асачча и сегодня в обзоре скрипичных аксессуаров я расскажу вам об этом замечательном мосте. Мост фирмы Эверест, это американская фирма. У меня он представлен в размере 4,25-3,25, то есть он подходит для целой скрипки, для трехчетвертной скрипки и, скажу по секрету, его можно сдвинуть и надеть на половинку. Если у вас такой переходный период, когда вы вот-вот перейдете с половинки на трехчетвертную скрипку, то можно сделать такое приобретение, но потом, переставив на три четверти, прилегание уже будет идеальным. Он у меня уже в эксплуатации находится где-то около полутора-двух лет примерно так, точнее не могу сказать, но могу сказать одно, что это надежная вещь. Вот у меня эксплуатация интенсивная, я достаточно много играю, много занимаюсь, часто выступаю, поэтому для меня важно, чтобы мост служил. Приобретение его состояло случайно, потому что мне нужен был мост, и я долгое время играла на мосте фирмы Вольф. Хотела приобрести мост такой же точно, но не было в наличии, поэтому предложили в магазине приобрести вот мост фирмы Эверест. Ну, подумала, что почему бы не попробовать, в крайнем случае, если не понравится, то можно всегда вернуться к Вольфу, либо к какому-нибудь другому мосту. Ну, знаете, вот два года уже играю, и пока еще не меняла его. На нем видны следы эксплуатации, подушечка начала вытираться, но кроме косметического дефекта, таких дефектов, которые помешали бы играть, делали бы исполнение дискомфортным, нет. Подушка не продавилась, она не скололась, при том, что я ношу в сумке мост, у меня он не вмещается в футляр, это, конечно, вносит свои коррективы, потому что я его ношу всегда отдельно, либо в папке, либо в сумке, и там в таких условиях всегда повышается риск какой-то деформации. При этом деформации никакой не произошло, таких каких-то существенных сколов я не вижу, все только вот можно визуально оценить, что, да, действительно, мост уже бывший в употреблении. Но на игру это никак не влияет, играть с ним удобно. Что касается фиксации, фиксаторы здесь, я выкручу сейчас их на максимум, значит, они винтовые, не ввинчиваются в корпус, и особенностью этого моста является то, что они не сильно высокие, то есть если у вас очень длинная шея, возможно, этот мост вам не подойдет. Но тут опять есть нюансы. Помимо моста, ведь у нас есть еще и подбородник, и если вы играете с высоким подбородником, то, ну, возможно, высота подбородника компенсирует вам высоту вот этих лапок у моста, и вам подойдет он все равно. Но опять же, нужно это учитывать, что вот этот винт, это все, что отделяет корпус скрипки от вас. Высота винта вот такая, достаточно небольшая. С каждой из сторон имеется по три отверстия, для того, чтобы максимально удобно отрегулировать мост по ширине под ваш инструмент и под вас. Выбирая мост, обратите внимание на то, что данный мост имеет изгиб. И одному человеку это может быть очень удобно, а другому совершенно не подойдет, поэтому желательно его примерить. Те музыканты, которые у меня брали его посмотреть и примеряли на себе, одним вот этот изгиб подходил идеальный, они говорили, о да, это так удобно, так замечательно. Он так замечательно прилегает к плечу и не дает мосту никуда смещаться, что это очень удобно. А кто-то говорил, о нет, вот этот изгиб вызывает зажатость в плече, какую-то скованность лишнюю дает, поэтому нет, мне такой мост не подходит. Вот здесь нужно учитывать, подойдет вам этот изгиб, но если он вам подойдет, то тогда действительно какая-то вероятность смещения будет минимальной. Из плюсов этого моста, что хотелось бы отметить? Ну, первое, то, что он износостойкий. У меня не... он живет нелегкой жизнью, то есть им постоянно я пользуюсь, постоянно его вожу, и я считаю, за полтора или два года такой интенсивной эксплуатации он хорошо сохранился. Что важно? Хорошо сохранились и механизмы, при том, что я их перекручиваю, я пользуюсь вот этими винтами, потому что у меня есть ученики, и бывает нужно мост перестроить для ученика, дать ему поиграть, либо предложить, чтобы он там... Когда ученик выбирает мост, я всегда предлагаю вот этот мост как вариант, и кто-то уже выбирает его, кто-то говорит, что ему опять же неудобно. Ну, в общем, я пользуюсь вот этим механизмом, потому что музыкант-исполнитель зачастую один раз это все настроил под себя, и больше это не трогает. Но преподаватель вынужден пользоваться и постоянной настройкой моста под инструмент. Вот при том, что я это делаю, вот эти механизмы, они тоже служат, и меня радуют, меня они еще не подводили. Когда его правильно настроишь, отрегулируешь под инструмент, и вот отрегулируешь вот это прилегание, то смещение, либо выпадение моста, как мы говорим, челюсть выпала, вот этих вещей не происходит. То есть у меня он... Были моменты, когда он у меня выпадал, после того, как я его отрегулировала на другой инструмент, и на свой потом не перестроила. Тогда был такой момент. Я думаю, почему у меня упал мост? И потом я понимаю, ну, конечно, я же его настроила под другой инструмент, там несколько миллиметров уже играют роль. Вот, поэтому в случае, когда он идеально настроен, он никуда не денется, он у вас не сместится и не выпадет во время исполнения, что, согласитесь, очень важно. И в связи с этим, и ты знаешь, что ты спокоен, когда ты выходишь на сцену, твой мост никуда не упадет, ты об этом не думаешь, ты уже можешь думать о великом, думать о музыке, о своем исполнении. Что касается недостатков. Высота винтов. То есть, они невысокие, и если у вас длинная шея, и там маленький подбородник, и вы не хотите его менять, то это может послужить для вас недостатком. В моем случае это недостатком не является, потому что у меня шея недлинная, и мне этих винтов хватает. Еще из недостатков можно отметить вот эту саму систему винтов, потому что перекручивать эти винты не очень быстро. То есть, есть системы в том же Вольфовском мосте, которые позволяют за секунду изменить ширину моста. Но это время, и может быть кому-то это будет неудобно. Еще из вот таких... Но я бы не сказала, что это недостаток, это особенность этого моста, это его изгиб. То есть, для кого-то это будет достоинством, для кого-то этот же фактор будет недостатком. А в целом, вот я как музыкант-исполнитель, я довольна этим мостом, он меня еще не подводил, он служит, он удобен. В данном случае, вот меня он устраивает полностью, и я буду на нем играть. Я надеюсь, что он служить будет долго, то есть, два года, еще не конец его службы. Я надеюсь, что этот обзор был полезен для вас. Выбирайте мостики с умом, и, конечно же, играйте музыку. С вами была Мария Асачи. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова